Как электрические машины? Отлично! Что с тобой случилось? У меня батарейка разрядилась. Что-то выпало? Снизу кажется маленькая. Сверху даст. Будут проблемы. Ох, с дымком! У тебя получится? Надеюсь, что да. Забавно трогается. У него мотор запускается только... Друзья, всем привет! Всех с субботой! Сегодня самый жоговый формат. Сегодня у нас битва тазов. Будем выяснять, кто же из монопривода едет лучше. Конечно же, попутно испытаемые полноприводные машины. Шел всю неделю дождь. Земля скользкая, мокрая. На Невасе попробовал. Буксует машина, скользит. Все нормально. Но наши тазы не пальцем деланы. И сейчас вы увидите, как на моноприводе можно объезжать полноприводных собратьев. Точно будет круто! Обязательно пишите под роликом, кто понравился вам больше всех. Погнали! Друзья, стойте, стойте! Не перематывайте! У меня есть одно очень интересное задание. Выполнить его вам поможет Автоспот. Автоспот это сервис, который поможет подобрать дилера для выгодного обслуживания вашего автомобиля. Давайте рассмотрим на примере обслуживания Suzuki SX4 в Москве. Все, что вам нужно сделать, это указать модель автомобиля и необходимое ТО. Цены меняются от 8 до 22 тысяч рублей. Разница в том, что у разных сервисов есть свои причины делать скидки. Например, где-то горит план за месяц и машин не хватает, а где-то, наоборот, машин много и слишком высокая загрузка. Сами они, конечно же, вам об этом не скажут. А чтобы собрать эту информацию вручную, потребуется просто неимоверное количество времени. В Автоспот все автоматизировано и удобно. А задание для вас будет следующее. Вам будет нужно найти машину с самым дешевым ТО и с самым дорогим ТО. Все ваши результаты пишите вниз в комментарии. Очень интересно посмотреть на разброс цен. Автоспот, конечно же, вам в помощь. Все ссылки в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, сегодня наша задача понять, какой же привод круче. Задний, передний или полный. Так, подъезжает. Ишь. Такое ощущение что! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Д management Задний привод! Неуже так скользко? 2 мобинат вообще не будет! Что-то ведро, ведро чертит по земле и не дает мне как заехать. Давай, Иш, давай. Во! Ну, почти. Туманки на месте, все нормально. Ну! Сошел Иш, итак, передний привод, десятка, проходимая тачка. Без полного привода, конечно, плохо. Скинуть? Давай, восемь, девятьсот двадцать. Итак, Duster. Что, ты на переднем? Передний, да. Давай, у тебя задний все равно немножко помогать будет. Duster на переднем приводе. О, заехал. Красавчик. Ну, он такой, условно монопривод. Так, ты на заднем? Да, полностью заднем. Что-то не, мало разгон. Давай, вот отсюда и на полном. Мне надо сжать, ты что-то не жмешь. Надо так это. О, добрался. И Infiniti. На пампер проходит? Прошел, да. Прошел, да. А вот задний что-то не очень. Чиркает, но проходит. Не буксует. Ты на нейтралке газуешь. О, все, пошел, пошел. Почти заехал. Немного наверху не проходит. Сколько лошадей-то? 33-33. А сколько налог? 47. 47, офигеть. Это вам не на жиге 800 рублей. Эх, думают на все бабки. Каен. Каен мощь. У нас сегодня битва полноприводных тазов. Ох, ну прям зарубился. Так, посмотрим, сможет ли BMW так сделать. Ну что, BMW зайдет? Бампер, главное, чтобы прошел. А, пройдет. Infiniti уже все снял. О, 2 литра турбодизель. Итак, X3. Резина такая лысенькая. Вот поддушивают, видно, электронные системы. Испугалась, заглохла такая, типа, хозяин. Я не понимаю, что происходит. Что происходит? Жми. А у нее скольки ступенчатая коробка? Восьми. Сланчо, газ, тормоз. Чеху, вышел ты. Ну, yes. Все. Паджеро. Что, на заднем попробуешь? На заднем. Не будешь? Я верю в Паджеро. Все, можно пробовать. Резина шоссеечка. Тигуан обыкновенный, как говорится. Вообще залетел легко. Так, Duster на переднем приводе. Duster можно во всех категориях участвовать. И можно и с джипами, и с паркетами, и с тазами. Так, со второй. Ох ты, так бывает. Заскользил, но почти зашел уже лучше было. Слушай, а смотри, получается в зацепе идешь прям лучше, да? Сейчас, видишь, нажал сильно, он забуксовал и не разгоняется. А наверху зацепа уже не хватает. Ну, давай еще разочек на переднем, потом на полном. Нет, не заходит. Все, давай на полном. Так, Audi, низкопрофиль на резине. Вот, зацарапался. Так, еще Audi. Что думаешь, не заедешь? Кватро же прет же. Не, ну прет, ну резина повысила. Ну, должно получиться. Давай, я верю, я верю в Audi. Чуть-чуть это... Отбросил что-то лишнее. Давай еще поближе наполним. Ты же сдутый, да? Да. Все, сейчас испытаем твои блокировки. Что, сколько процентов блокировки? 85. И спереди, и сзади. Ни фига себе. А что за фирма? Ну-ка поделись. Лесоход. Теперь я лесоход. Все, давай. Так, блокировки. Остался мотор помощнее. И все, нормально. ЗМЗ-про надо ставить. На второй, наверное, пониженный. Первая прямая не вывозит. Зацепа целое ведро. Да, ну это вне зачета. Что интонация? Не прет? Не тянет? Только и установили, Саня. Все сделали. Сейчас нужна. Ну, карбюр. Регулировка надо. Ну, давай, давай. Это у тебя первая пониженная? Вообще без всего. Без пониженной. Ключи пониженные. О, чую моща пошла. Чую моща пошла. Так, все, Паджеро решил на заднем. На полном все-таки легко отказался. Ох, метет как. Еще больше разгона. Все, больше разгона. Еще больше разгона. Ох. Нет. Утрет на автоматик, слава говоря. Тоже заглох, да? Почему все глохнут, кстати, когда назад съезжают? Есть план? Есть. Давай. Включить волны, да? Да. Так, что, у тебя получится? Надеюсь, что да. Супер. Давай, в бой. Продолжается битва от Азов. Ну, на 99% заехал. Так, десятка все-таки напоминает тем, что битва от Азов сегодня. Ееееее! Друзья, появилась у нас новинка. Антискриптная лента Моделин Н. На Невасе очень сильно скрипела вот эта приборная панель при прикосновениях к ней на кочках. Ее до этого кто-то клеил поролоном. Ну, естественно, все это слило, отвалилось, развалилось. И мы проклеили Моделином ее с Андрюхой. И скрип полностью вообще ушел. То есть, все, панель абсолютно бесшумно стала вести себя на прикосновения. Моделин представляет из себя клеящуюся ленту, такую довольно плотненькую, с продолжительным сроком службы, в отличие от различных подручных средств, которые вы можете найти у себя дома. Легко клеится, копейки совершенно стоят. Вот здесь, допустим, он делает. Вот так. То есть, эти звуки издаются при трении пластика-пластик. Вот эта лента, это предотвращает. О, видал здесь уже кто-то. Это Оле 90-е, короче. Как это называется материал-то? Антискрип. Антискрип. Антискрипная лента. Да, антискрип из СССР, короче, похоже. Не было. Откатили к базовым настройкам. Сидишь, грубо говоря, вечером, тебе там грустно в столе. Штучка-то копеечная. Взял себе в тачке, проклеил все и все. Она не толстая. Ну, нужно заклеить, да, чтобы у тебя потом панель-то сошлась обратно, да. То есть, она удобная, мягкая. Потом все повороты, все изгибы, все проходят. Без проблем. Все, вообще офигенно. Ну, вот один моточек, в принципе, даже осталось. Осталось, да. Сейчас собираем, и у нас будет тихо-тихо. Продается по три штучки. Вот таким комплектом, чтобы сто раз, как говорится, в магазин не бегать. На приборную панель этого достаточно, чтобы, в принципе, большинство сверчков устранить. Ссылки в описании под роликом есть. Парные заезды, позаезжаем полный привод. Тазов сегодня много, поэтому с полного здесь начнем. Погнали! Как сделать, чтобы днива так рычала? Моторка у меня. Ох, мощно! Погнали! Вообще легко. Ох, красавцы! Засквозили. Итак, Infiniti. Дайте Ауди-уху кто-нибудь на Ауди. Срочно нужна Ауди какая-нибудь. Как думаешь, быстрее заедешь, чем Ауди? Или Ауди выглядит? Я думал, вообще заеду ли. Заеду ли. Так, все едет Ауди. Дизельная. Allroad. Allroad повыше. Но здесь геометрически в целом ничего такого катастрофически сложного нет. Только наверху, может, на гребне подвисаться немного. Погнали! Ох, с дымком, с дымком. Красота. Так, по траектории за Ауди-инфинити пробует. Эх, не хватает тебе пневмы, чтобы повыше подняться. Ох, просто он там вылетает. Максимально сосредоточены пилоты BMW и Duster. Погнали! Итак, пристреливается пилот BMW. А у тебя она вообще отключается так, чтобы вообще не мешало? Или она в строй немножко придерживает? Вот сейчас посмотрим. Я полностью отключил. Ханически рвем. Давай. О, забрался. А надо кто быстрее, кто медленнее. Кто быстрее. Погнали! Итак, Audi против Niva. Погнали! О, прям! Так, продолжаем битву тазов. Ну, так вышло сегодня, что что-то больше полного привода. Так бывает, да, собирали одних, а собрали других. Я понял, как надо народ собирать. Смотри, объявляешь битву тазов, приезжают паркетники. Объявляешь битву паркетников, приезжают внедорожники. Что надо объявить, чтобы приехали все тазы, интересно? Надо? Надо объявить битву патроциклов. Нет, ну, тогда вообще никто не приедет. Итак, давай, Иш! Их, бой! Тазам-то интересно на самом деле. Просто тазов что-то мало. Давай, 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 давай! Ты спускался? Да, так, налог строился. Красавчик, должно получиться. Итак, разгон. Все, наверху. Так, поджару на заднем. Все, что-то сегодня день заглыхающих машин при съезде. Все, короче, съезжают и глохнут почему-то. Моноглохнут. Я не знаю. Машин пять, наверное, так делают сегодня. Не дается, и все тут. Короче, верхний слой снимаете, а там дальше жибель под ним. Давай наполним и отсюда. Вот, наполним заход. Так, десяточка. Слушай, а 13 регион это где? Мордовия. Мордовия, клево. Так. Да, давай побольше. Десятка, пока на вид зацеписти всех идет. Ну что, как электрические машины? Отлично. Правят миром? Все нормально? Что, как по обслуживанию? Нормально? По обслуживанию вообще никак ничего не делаю. А, ничего не делаешь? Да. Прикольно. Надежная получается? Да, получается так. Огонь. Так, бесшумная машина. О, завелся мотор. Ничего себе. Вот, по-моему, кстати, выше всех из монопривода. Забавно трогается. У него мотор запускается только... Гибридная машина. Мотор запускается только в определенных условиях, когда уже набирается скорость или сильно нажимается газ, то есть трогается она на электротяге. Слушай, а она может какое-то большое расстояние на электрочистотяге проехать? Или как у нее сделано? В 3 километрах. В 3 километра. Ну, если прям газ снижать, то аккуратненько доехать. Да, да. Ну, за пивом все ездят. Да, чтобы бензин не расходовал. Чтобы тихо, чтобы никто не слышал, чтобы уехал. Да, да. Раз, и укатился. Забросал. Кайен там развлекается. Так, а вот. Вот, как понятно. Все ездит. Итак. Итак, еще одно испытание. Детазов испытание диагональю. Можешь прям ходом. Так, посмотрим, как Toyota Prius справится. Во, прям вообще на грани. Затарапался, молодец. Все, подрывод на задний. Имитация не затаскивает. Что-то защелкало, защелкало. Что он тебя щелкает? Так вот, щелкал, щелкал что-то. На заднем еще вопытка. Наклеечки, кстати, такие маленькие у нас в продаже появились. Ссылки на все наклейки, конечно же, под роликом. Так, BMW на полном, BMW только на заднем не умеет. Все, проходишь нормально. Там прям с запасом. У нас стабилизация включена. Сейчас, в общем, в городском режиме. Да, в обычном городе. Так, там огромные диагонали. Он их объезжает. Жми, жми. Залез. Объехал диагонали и залез. Но все равно для кроссоверов здесь приличное такое. Геометрическое приключение. Итак, Infinity у рубежа решился. Что-то без пассажира. Пассажир, смотри, не решился в такой подъем разъезжать. Так, все, можно пробовать потихонечку. Тут в целом лупить сильно. Необходимости нет. Во, вообще легко доехал. Так, тягуан. Слушай, а у тебя имитации же блокировок есть, да? Ну, когда колеса подвисают, что-то пытается, да? Все, огонь. Все, можно пробовать потихонечку. Там гнать не обязательно. Вот они имитации. Колеса повисают, но зацарапывается машина. Что, на заднем будешь пробовать? Давай. А у тебя имитация работает, когда? Ты на заднем ездишь? Межколесные, нет? Вот эта имитация. Вон, прям, запищала. Итак, Audi. Так, ну что, заедешь? Попробуй на ESP. Давай. 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 Ауди потихонечку загребает. Ты накатом попробуешь, да? Нет, ну попробую как-то съесть. А у тебя имитации есть блокировки? Ну, они есть, но они очень древние. Они долго срабатывают. Все, Audi пробует. Посмотрим, как работают древние имитации блокировок. Ну, нормально. Вполне себе. Итак, Niva Travel. Кто там меня держит? Так, прибыли на заключительный подъем. Где четыре таза, сейчас покажу, что могут. И дальше будет долбить полный привод опять. Так, раскатывает УАЗ на заднем. Тут, походу, будут проблемы с зацепом. Это самый веселый подъемчик. Тут постоянно это сносит в сторону. Уже подразбили раньше, только, конечно, полетчик. Так, УАЗ на полном. Опс, не вышло. Итак, тустер. По ямке или рядышком? По ямке, конечно, интереснее. Достой. Достой пролезает. Пролезет ли не вас? Все, все, все. Все включено. Как в курсе. Больно. Давай закидал. Хрюками. Точно зарубился. Ну, смотри. Заскользил. Ауди решил попробовать везде. Сверху большая. На Infiniti бампер немного приуныл. Давай, жми. Натяжка. Маленько сломался. Самое обидное, даже не снимали, когда он сломался. Что с тобой случилось? Подожди, дай его хоть маленько поправить. Так выглядит целее. Итак, Леха решил еще раз показать всем, как надо. Это самый едущий Duster на данный момент в Твери. Более едущего Duster представить себе сложно. Так, Тигуан. Тигуан на шоссе. Дальше. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот, буксовывает. Ага. Дальше. Все. Дальше. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай. Дальше. Дальше. О, без одной коробки поехал. Затемилась земля. Просто 85 градусов. Дальше. Дальше. БМВ. Х-драйв полный привод. Олег, счистил. Все скользко. И теперь залежают. Давай. Дальше. Не попал. Аккуратно. Аккуратно. Ох, прям зацеп-то есть! Ты на второй идешь или на первый? Второй. Эх, мощи не хватает, но я бы зачел бы уже, что как-будто заехал, потому что для монопривода это дичь, как сложно. Не, не ломай, не ломай, все, будем считать, заехал. Все, десятка, короче, это прям... Если говорить про смелость, то десятка сегодня в топе. Опс! Ой, ой-ой-ой! Что-то выпало, что-то выпало из десятки. Тепленькая, еще тепленькая. Ой, аж шипит еще. Все, давай. Как ты ее починил-то? Редуктор снял, кардан снял сзади. На переднем приводе? Конечно. Давай. Что-то не вас на переднем приводе едет еще слабее, чем десятка. Десятка на переднем приводе едет бодрее получается. Да, да, да. Так, не вас на переднем приводе. Нет. Так, не вас на полном приводе. Так, не вас на полном приводе. На грани. Что, Prius будет пробовать что-ли? Вот он отважный, вот он отважный. Сейчас два глушителя будет лежать. Хотя он электрический. Не знаю, есть у него глушитель. Нет, бензиновый мотор по-любому должен быть. Бензиновый тоже есть. У Prius в отличие от десятки мощи побольше. Чансов чуть-чуть побольше. Но геометрически машина не такая проходимая, не такая высокая. Там вжался вглубь кресла штурман. Теряет, теряет управление. Задрифтил, задрифтил. Задрифтил Prius. Потише. Жалко Prius. Шанс есть, конечно, если не дрифтить. О, уже близко. Пристреливается пилот. Уже раскатался траекторию, по которой назад-вперед может уходить. Ну что, зайдет, не зайдет? Сейчас батарейка разрядилась. Батарейка села. Сейчас зарядится немного, мощей не хватает. А без батарейки сколько лошадей? 78. А с батарейкой? Еще, наверное, 30. А она от розетки заряжается или только от мотора? Только от мотора. Села батарейка. Ой, ой, ой. Где он из чугунашем сделан? Что такое горячее-то? Не остывает ни фига. Prius заедет. 100%. Мотор заглох, батарейка зарядилась, значит. Все, можно пробовать. Глушитель сломал. Ха-ха-ха-ха. Тут надо многократно пристреливаться. И только потом. Приус покинул дистанцию. Тазы сегодня супер отважные. Я по медали каждому. Ну что, друзья, битва Тазов, которая смешалась с битвой кроссоверов и внедорожников подошла к концу. Надеюсь, вам было весело и интересно. Пишите, кто из парней понравился вам больше всех. Я лично сегодня прям впечатлен тем, как рубились участники. Все ехали на все бабки. Даже несмотря на то, что иногда было больно даже смотреть на это. Но они везде проходили. Так что, на мой взгляд, сегодня все красавцы, все молодцы. А вы пишите свои предпочтения. Кто что делал не так. Может быть, все в комментарии. Ставьте лайк, если вам нравятся обычные городские тачки. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Все самое интересное впереди. С вами был Алекс. Канал не тормози. Добра бобра. Всем пока. Хозяин глушителя возвращается. Ты уже с посылом, что терять уже нечего? Вес скинул лишним. Горячий аккуратно. А, ну уже такой, терпим. О, тут горячеват. Поначалу был пипец горячий. Хотел эту сторонку убрать. Держу руками, не притронусь. Все свое вожу с собой, да? Да, на металл сзади. Да, на металл сзади. Как бы ни была крутая ваша тачка, все равно рано или поздно придется ее продавать. С этим вопросом вам поможет справиться единый центр трейд-ин. Продажа, покупка и обмен БУ автомобилей. Ссылки в описании. Продолжение следует. Продолжение следует.